Николай Семёнович Лесков, Однодум. В царстве Екатерины II и у некоторых приказного рода супругов по фамилии Рыжовых родился сын по имени Алексашка. Жило это семейство в Солегаличе, уездном городке Костромской губернии, расположенном при реках Костроме и Светице. Там, по словарю князя Гагарина, значатся семь каменных церквей, две духовные и одно светское училище, семь фабрик и заводов, 37 лавок, три трактира, два пятийных дома и 3665 жителей обоего пола. В городе бывают две годовые ярмарки, еженедельные базары. Кроме того, значатся довольно деятельные торговли известью и дёгтем. В то время, когда жил наш герой, здесь ещё были соляные варницы. Всё это надо знать, чтобы составить понятие о том, как мог жить и как действительно жил мелкотравщатый герой нашего рассказа Алексашка, или впоследствии Александр Афанасьевич Рыжов, по уличному прозванию «Однодум». Родители Алексашки имели собственный дом. Один из тех домиков, которые в здешней лесной местности ничего не стоят, но однако дают кров. Других детей, кроме Алексашки, у приказного Рыжова не было или, по крайней мере, о них мне ничего не сказано. Приказный умер вскоре после рождения этого сына и оставил жену и сына ни с чем, кроме того домика, который, как сказано, ничего не стоил. Но вдова приказничиха сама дорого стоила. Она была из тех русских женщин, которая в беде не срабеет, спасёт. Коня на скаку остановит, в горящую избу взойдёт. Простая, здравая, трезвомысленная русская женщина. С силой в теле, с отвагой в душе и с нежной способностью любить горячо и верно. Когда она овдовела, в ней ещё были приятности, пригодные для неприходливого обихода. И к ней кое-кто засылали свах. Но она отклонила новое супружество и стала заниматься печеньем пирогов. Пироги изготовлялись по скоромным дням с творогом и печёнкой. А по постным – с кашей и горохом. Вдова выносила их в ночевах на площадь и продавала по медному пятаку за штуку. От прибыли своего пирожного производства она питала себя и сына, которого отдала в науку мастерице. Мастерица научила Алексашку тому, что сама знала. Дальнейшую, более серьёзную науку, преподал ему дьяк с косою и с кожаным карманом, в коем у него без всякой табакерки содержался нюхательный порошок для известного употребления. Дьяк, отущив Алексашку, взял горшок каши за выучку. И с этим вдовин сын пошёл в люди добывать себе хлеб, соль и все определённое для него благо мира. Алексашке тогда было 14 лет, и в этом возрасте его можно отрекомендовать считателю. Молодой Рыжов породой удался в мать. Он был рослый, плечистый, почти атлет, необъятной силы и несокрушимого здоровья. В свои отреческие годы он был уже первой силачей, так удачно предводительствовал стеной на кулачных боях, что на которой стороне был Алексашка Рыжов, та считалась непобедимою. Он был досуж и трудолюбив. Дьякова школа дала ему превосходный, круглый, щёткий, красивый почерк, которому он написал старухам множество заупокоили поминаний и тем положил начало самопитания. Но важнее этого были те свойства, которые дала ему мать, сообщившая живым примером строгое и трезвое настроение его здоровой душе, жившей в здоровом и сильном теле. Он был, как мать, уверен во всём и никогда не прибегал ни к чьей посторонней помощи. В 14 лет он уже считал грехом есть материн хлеб. Поминания приносили немного, и при том заработок этот, зависящий от случайностей, был непостоянен. В торговле Рыжов питал врождённое отвращение, а ставить солигарич не хотел, чтобы не разлучаться с матерью, которую очень любил. А потому надо было здесь же промыслить себе занятие, и он его промыслил. В то время у нас только образовывались постоянные почтовые сообщения между ближайшими городами учреждались раз в неделю гонцы, которые носили сумму с пакетами. Это называлась пешая почта. Плата за эту службу назначалась невеликая, рубля полтора в месяц, на своих харчах и при своей обуви. Но для кого и такое содержание было заманчиво, те колебали взяться носить почту, потому что для чуткой христианской совести русского благочестия представлялось сомнительным, не заключается ли в такой пустой затее, как разноска бумаги, чего-нибудь теоретического и противного истинному христианству. Всякий, кому довелось о том слышать, раздумывал, как бы не истравить этим душу и замзду временную не потерять вечной жизни. И тут-то вот общее сердоболе устроило Рыжовкина Алексашку. Он, говорили, сирота, ему больше Господь простит, особенно по ребячеству. Ему, если его на поноске дорогой медведь или волк задерет, и он на суд предстанет, одно отвечать не разумел Господи. Да и только. В ту пору взять с него нечего. А если, да он уцелеет и со временем в лета взойдет, то может в монастырь пойти или все преотлично отмолить, да еще не за своей свящей и при чужом ладане. Чего ему еще по сиротству его ожидать лучшего? Сам Алексашка, которого это касалось, тем более, был от мира и не прочь, и на мир нечелобитчик. Он смелой рукой взял почтовую сумму, взвалил ее на плечи и стал таскать из солигалища в щу хлому и обратно. Служба в пешей почте пришла ему совершенно по вкусу. И по натуре он шел один через леса, поля и болота, и думал про себя свои сиротские думы, какие слагались в нем под живым впечатлением всего, что встречал, что видел и слышал. И при таких условиях из него мог бы выйти поэт вроде Бернса или Кольцова, но у Алексашки Рыжова была другая складка, не поэтическая, а философская. И из него вышел только замечательный чудак-однодум. «Не дали утомительного пути, ни зной, ни стужа, ни ветра, и дождь его не пугали. Почтовая сумма до такой степени была ни по чем его могучей спине, что он, кроме этой суммы, всегда носил с собой еще другую серую холчевую сумку, в которой у него лежала толстая книга, имевшая на него неодолимое влияние. Книга эта была Библия». «Мне неизвестно, сколько лет он нес службу в пешей почте, беспрестанно таская сумму и Библию, но, кажется, это было долго и кончилось тем, что пешая почта заменилась конною, и Рыжову вышел чин». После этих двух важных в жизни нашего героя событий в судьбе его произошел большой перелом. Охочий ходок с почтой он уже не захотел ездить с почтарем и стал искать себе другого места, опять непременно там же, в Солигаличи, чтобы не расстаться с матерью, которая в то время уже остарела и, притупев зрением, стала хуже печь свои пироги. Судя по тому, что чины на низших почтовых должностях получались очень нескоро, например, лет за 12, надо думать, что Рыжов имел об эту пару лет 26 или даже немного более. И во все это время он только ходил взад и вперед из Солигаличи в чухлому и на ходу и на отдыхе считал одну только свою Библию в затрапезном переплете. Он осчитался ее волю и приобрел в ней большие твердые познания, легшие в основу всей его последующей оригинальной жизни, когда он стал умствовать и прилагать к делу свои библейские воззрения. Конечно, во всем этом было много оригинального. Рыжов, например, знал наизусть все писания многих пророков и особенно любил Исаию, широкое боговедение которого отвечало его душевной настроенности и составляло весь его катехизис и все богословие. Старый человек, знавший во время своей юности 85-летнего Рыжова, когда он уже прославился и заслужил имя однодума, говорил мне, как этот старик вспоминал какой-то дуб на болоте, где он особенно любил отдыхать и кричать ветру. Стану, говорит, бывало и воплю встреч воздуху. Познав волст снижавшего и осел, ясли господина своего, а люди мои не разумеша, семя лукавое, сыны беззакония, что еще вы извляетесь, предлагая неправды? Всякая глава в болезни, всякое сердце в плащ, что ми множество жертв ваших-то, тух агнцев и крови юниц, и козлов не хочу. Не приходите и явитесь сомни, и ащи принесете меси, медал в суе, кадила мерзость ми есть. Новомесящи ваших и суббот ваших и дни великого не потерплю. Поста и праздности новомесящи ваших и праздников ненавидит душа моя, и граб прострете руки ваши ко мне, отпрощу очи мои от вас, и ащи умножите моления, не услышу вас. Измытись, отымейте лукавства душ ваших, научитесь и добро творите, и придите и стяжемся, и ащи будут грехи ваши якобы гряна, и уберю я их якоснег. Но князи не покоряются общницы татям, любящие дары гонящего сдаяния, всего ради глаголит самого в горе крепким, не перестанет бой ярость моя на противные. И выкрикился рота мальчуга на это горе, горе крепким над пустынным болотом, и мнилось ему, что ветер возьмет и понесет слова Исаии и отнесет туда, где видение языки иилим. Сухие кости лежат, не шевелятся, не нарастает на них живая плоть и не оживает в груди истлевшее сердце. Его слушал дупы, гады болотные, а он сам делался полумистиком, полуагитатором в библейском духе. По его словам, дышал любовью и дерзновением. Всё это созрело в нём давно, но обнаружилось в ту пору, когда он получил чин и стал искать другого места не над болотом. Развитие Рыжова было уже совершенно закончено и наступало время деятельности, в которое он мог бы приложить правила, создаем себе на библейском грунте. По тем же дубам, на тем же болотом, где Рыжов выкрикивал слова Исаии, горе крепким, он дождался духа, давшему мысль самому сделаться крепким, дабы устыдить крепчайших. И он принял это посвящение и пронёс его во весь почти столетний путь до могилы, ни разу не споткнувшись, никогда не захромав ни на правое колено, ни на левое. Впереди нас ожидает довольно образцов его задохнувшейся в тесноте удивительной силы и в конце сказания неожиданный акт дерзновенного бесстрашия, увенчавший его как рыцаря рыцарской наградой. В ту отдалённую пору, в которой восходит передаваемый мной рассказ о Рыжове, самое главное лицо в каждом русском городишке был городнищий. Не раз было сказано и никем не оспорено, что по принятию по понятию многих русских людей каждый городнищий был третье лицо в государстве. Государственная власть в народном представлении от первоисточника своего монарха разветвлялась так. Первое лицо в государстве государь, правящий всем государством. За ним второе губернатор, который правит губернией, и потом прямо за губернатором непосредственно следует третий городнищий, сидящий на городу. Исправников тогда еще не было, и потому о них в разделении власти суждений не полагали. Так это осталось проще. И впоследствии исправник был человек разъездной, и он всех только советских людей, которые тогда еще не имели самостоятельного понятия об иерархии-то. И кто их не стек, одинаково ногами перебирали. Введение новых судебных учреждений, ограничившие прежнюю теократическую полноправность сельских администраторов-то, попортило это, особенно в городах, где оно значительно содействовало падению не только городического, а даже губернаторского престижа, поднять который на прежнюю высоту уже невозможно, по крайней мере для городничих, высокий уряд которых заменен новшеством. Но тогда, когда обдумывал и решал свою судьбу однодум, все это было еще в своем благоустроенном порядке. Губернаторы сидели в своих центрах, как царьки, доступ к ним был труден, и предстояние им сопряжено со страхом, они всем норовили говорить «ты», все им кланились пояс, а иные по усердию даже земно портопопы их сретали с крестами и святой водой ухода во храмы. И подрукавная знать чествовала их выражением низиного искательства. И едва дерзала в лицо немногих избранных своих представителей просить их восприемники купели. И они даже когда соглашались не зайти до такой милости держали себя царственно. А они не ездили крестить сами, а посылали вместо себя чиновников особых поручений или адъютантов, которые отвозили риски и принимали по счету в лице пославшего. Все тогда было величественно, степенно и серьезно под стать тому доброму и серьезному времени, часто против поставляемому нынешнему времени, недоброму и несерьезному. Рыжову вышла прекрасная линия приблизиться к началу городской власти и не расставая с родными Солигалищем стать на четвертую ступень в государстве. Солигалище умер старый квартальный и Рыжов задумал проситься на его место. Квартальническое место, хотя и не очень высокое, несмотря на то, что составляло первую ступень ниже городничьего, было, однако, довольно выгодно, если только человек его занимающий хорошо умел стащить с каждого воза полена дров, пару вураков или кощан капусты. Но если он не умел этого, то ему было бы плохо, так как казенного жалования по этой четвертой в государстве должности полагалось всего 10 рублей ассигнациями в месяц. То есть около 2 рублей 85 копеек по нынешнему счету. На это четвертая особа в государстве должна была прилично содержать себя и свою семью. А как это невозможно, то каждый квартальный донимал тех, которые обращались к нему за чем-нибудь по касающимся делу. Без этого донимания невозможно было обходиться и даже сами вольтерианцы против этого не восставали. О неберущем квартальном никто и не думал. И потому, если все квартальные брали, то должен был брать и Рыжов. Само начальство не могло желать и терпеть, чтобы он портил служебную линию. В этом не могло быть никакого сомнения и не могло быть о том никакой речи. Городничий, которым Рыжов обратился за квартальнейшим местом, разумеется, не задавал себе никакого вопроса о его способности к взятке. Вероятно, он думал, что на этот счет Рыжов будет, как все другие. И потому у них особого договора на этот счет не было. Городничий принял в соображение только его громадный рост, осанистую фигуру и пользовавшуюся большой известностью силы и неутомимость в ходьбе, которую Рыжов доказал своим пешим ношением почты. Все это были качества очень подходящие для полицейской службы, которой добивался Рыжов. И он был сделан солигорическим квартальным. Так. А мать его продолжала пеше продавать свои пироги на том самом базаре, где сын должен был установить и держать добрые порядки, блюсти безверной и меру полную и утрясенную. Городничий сделал ему только одно внушение. Бей без повреждения и по касающему моего не захватывай. Рыжов обязался это исполнять и пошел действовать. Но вскоре же начал подавать о себе странные сомнения, которые стали тревожить третью особу в государстве, а самого бывшего Александра Афанасьевича доводить до весьма тягостных испытаний. Рыжов с первого же дня службы оказался по должности ретив и исправен. Придя на базар, он разместил там вазы, рассадил иначе баб с пирогами, поместя притом свою мать не на лучшее место. Пьяных мужиков счастье урезонил, а счастье получил рукою властную, но с приятностью, так хорошо, как будто им большое одолжение сделал и ничего не взял за науку. В тот же день он отверг и приношение капустных баб, пришедших к нему на поклон по касающему, и еще объявил, что ему по касающему ни от кого ничего и не следует, потому что за все это касающее ему царь жалует, а мзду брать бог запрещает. День провел жоп хорошо, а ночь провел еще лучше. Обошел весь город и кого застал на ходу в поздний час, расспросил откуда, куда и по какой надобности. С добрым человеком поговорил, сам его даже проводил и посоветовал, а одному другому пьяному ухо надрал. Да будущенького жену, которая под коров колдовать ходила-то, в кутузку запер, а наутро явился городничему с закладом, что видит себе в деле одну помеху в будочниках. Проводят, говорят они, бремя в праздности и с просонья ходят без надобности. Людям по касающему надоедает и сами портится. Лучше их от ленивой пустоты отрешить и послать к вашему высокоблагодаронию в огород гряды полоте, а я один все управлю. Городничему это было не вопреки, а домовитые городничихи совсем по сердцу одним будочникам могло не нравиться, да закону не соответствовало. Но будущников кто думал спрашивать-то о законах? Городниче судил о нем русским судом. Закон, что конь, куда надо, туда и вороти его. Александр Жафанасьевич вышел всего, выше всего ставил закон в поте лица твоего ешь хлеб твой. И потому закона выходило, что всякие лишние приставники бремени нужное, которое надо отставить и приставить какому-то ни было другому настоящему делу потному. И учредилось это дело, как указал Рыжов, и было оно приятно в очах правителей и народа, и обратило к Рыжову сердца людей благодарных. А Рыжов сам ходит по городу днем, ходит один, ночью, и мало-помалу везде стал чувствовать его добрый хозяйский досмотр. И опять было это приятно в очах всех. Словом, все шло хорошо, и обещало покой невозмутимый, но тут-то и беда. Не сварился народ, не кормил воевод. Ниоткуда ничто не касалосься, и кроме уборки огорода не было пробителю прибыли ни больших, ни средних, ни малых. Городище возмутился духом, никак в дело, вник в дело, и увидал, что это невозможно, и возник на Рыжова едкое гонение. Он попросил Протопопа разузнать, нет ли в бескасательном Рыжове какого неправославия, но Протопоп отвечал, что явного неправославия в Рыжове он не усматривает, а замещает в нем некую гордыню, происходящую, конечно, от того, что его мать пироги пищет и ему отделяет. Пресечь совет ионный торг, ей ныне по сыну неподобающий, и уничтожится померная гордыня, и он прикоснется. Пресеку, отвечал городище-то, и сказал Рыжову-то, твоей матери на торгу сидеть не годится. Хорошо, отвечал Рыжов, и взял мать с ночевами с базара, а в укоризненном поведении остался по-прежнему не прикасался. Тогда Протопоп указал, что Рыжов не справлял себе форменного платья, и в пасхальный день, скупо похристосовавшись с одними ближними-то, не явился с поздравлением никому из именитых граждан-то, на что те, впрочем, претензии не изъявляли. Это находилось в зависимости одно от другого. Рыжов не ходил за праздничными, и потому ему не на что было обмундироваться, но обмундировка требовалась, и она была у прежнего квартального. Все видели у него и мундир с воротом, и ритузы, и сапоги с кисточкой, а этот как ходил с почвы, так и оставался в полосатом тиковом бешмете с крючками, в желтых нанковых штанах и в простой крестьянской шапке, а на зиму имел овщинный нагольный тулуп и ничего иного не заводил, да и не мог завести на 2 рубля 87 копеек месячного жалования, на которое жил, служа верой и правдою. К тому же произошел случай, потребовавший денег. умерла мать Рыжова, которой нечего было делать на земле после того, как она не могла на ней продавать пироги. Александр Афанасьевич схоронил ее по общему отзыву с Карина, с чем и доказал свою нелюбовь. Он заплатил за нее причину по малости, но по самой пирожнице даже пирога не спек и сорокауста не заказал. Еретик, это было тем достовернее, что хотя городничий ему не доверял и протопоп в нем сомневался-то, но и городничиха и протопописа за него горой стояли. Первая за пригон на ее огород Бударей, а вторая по какой-то тайной причине лежавшая в ее характере сопротивление. В этих особых Александр Афанасьевич имел защитниц. Городничиха сама ему послала от урожая земного две меры картофеля, но он не развязывая мешком принес картофель назад на своих плечах и коротко сказал за усердие благодарю, а даров не приемлю. Тогда протопописа дама мнительная поднесла ему две каленковые манишки своего древнего рукоделя от тех пор, когда еще протопоп был ставленником. Но чудак и этого не взял. Нельзя говорит, дары брать-то, да и одеваюсь-то по простой тени, никакой всем щегольстве пользы не нахожу. Тут и сказала протопописа мужу в злости задорное слово. Вот бы говорит, кому пристало то алтаря стоять-то, а не вам, обиралам духовным. Протопоп осердился, велел жене молчать, а сам все лежал додумал. Это новость масонская. Если я ее услежу и открою, то могу быть в большом отличии и даже могу Петербург переехать. Так он этим забредил и избреду-то составил план. Как обнажить совесть Рыжова до разделения души с телом? Подходил великий пост, и протопоп, как на ладонке, видел, каким образом он обнажит душу Рыжова до разделения, и тогда будет знать, как поступить с ним по злобе и его уклонении от истин православия. С этой целью он прямо присоветовал городничему прислать ему на дух полосатого квартального на первой же неделе. А на духу он обещал его хорошенько пронять и гневом Божиим припугнув все от него выведать, что в нем есть тайного и сокровенного, и за что он всего касающего щуждается и даров не приемлет. А затем сказал, увидим по открытому страхам виду его совести чему ему подлежать будет и тому его и подвергнем да спастется дух. Помянув слова Павла, протопоп стал ждать покойно, зная, что в них кижда своя отыскать может. Городище тоже сделал свое дело. Нам с тобой Александр Афанасьевич как видным лицам в городе сказал, надо в народе религии пример показать и к церкви сделать почтение. Рыжов отвечал, что он согласен. Изволь же братья сговеть и исповедаться. Согласен, отвечал Рыжов. И как оба мы люди на виду у всех, то и на виду все это должно сделать, а не как-нибудь прячущиеся. Я к протопопу на дух хожу. Он всех в духовенстве опытнее, и ты к нему иди. Пойду к протопопу. Да, иди ты на первой неделе, а я на последней пойду. Ах, и разделимся. И на это согласен. Протопоп выисповедал Рыжова и даже похвалился, что на все корки его пробрал, но не нашел в нем греха к смерти. Каялся, говорит, в одном, в другом, в третьем, но всем не свят по малости. Но грехи все простые, человеческие, а против начальства особого зла не мыслит и не на вас, не на меня по касающему доносить не думает. А что даров не приемляет, то это по одной вредной фантазии. А, все же, значит, есть в нем вредная фантазия-то? А, в чем она заключается? Библии насчитался. Вишь ты, дурака угораздило. Да, насчитался, а скуки-то и позабыть не может. Эки, дурак! Что ж теперь с ним делать? Ничего не сделаешь. Он уже очень далеко начитан. Неужто до самого до Христа дошел? Всю, всю прочитал? Ну, значит, шабаш. Пожалели и стали Крыжову милостиви. На Руси все православные знают, что кто Библию прочитал и до Христа дочитался, с того резонных поступков строго спрашивать нельзя. Но зато такие люди, что юродивые, они чудесят, а никому не вредны, и их не боятся. Впрочем, чтобы быть еще обеспеченнее насчет странного исправления Рыжова по касающему, отец Спортопоп преподал городящему мудрый, но жестокий совет, чтобы женить Александра Апанасьевича. Женатый человек развивал Потопоп, хотя и до Христа дочитается, но ему свою честность соблюсти трудно, жена его начнет нажигать и не тем, так другим манером так даймет, что он ей уступит и всю Библию из головы выпустит и станет к дарам приимчив и начальству предан. Городящему совет пришелся по мыслям и он заказал Александру Апанасьевичу, чтобы тот как знает а непременно женился, потому что холостые люди на политичных должностях ненадежны. Ну как хочешь, говорит брат, а ты мне в рассуждении всего хорош, но в рассуждении одного не годишься. Почему? Холостой. Что же в этом тут за коризна? В том коризна, что можешь что-нибудь вероломное сделать и избежать чужую губернию тебе ведь теперь что? Схватил свою бибель, да и весь тут, весь тут. Вот это ты неблагонадежно. А разве женаты благонадежнее? И сравнения нет. И жена твоя, говорит, хоть веревку вей, он все стерпит, потому что он птенцов заведет, да и бабу пожалеет. А холостой сам, что птица, ему доверять нельзя. Так вот, либо уходи, либо женись. Загадочный счетах чудак выслушав такое рассуждение, немало не смутился и отвечал, ну что же, и женить бы вещь добрая, она от Бога показана, если требуется, я женюсь. Но только ты руби дерево по себе, по себе вырублю. И выбирай поскорее. Да у меня уже выбран, надо только сходить посмотреть, не взяли ли ее другие. Городнищин над ним посмеялся, ишь ты, греховодник-то, будто за ним и греха никакого не водится, а он себе уже и жену высмотрел. Где грехам не водиться, отвечал Александр Афанасьевич, полон сосуд мерзости, а только невесту я еще не сватал, но действительно на примете имею, и прошу позволения сходить на нее взглянуть. А где она у тебя? Не здешняя, верно, дальняя? Да, так и не здешняя, да и не дальняя, у ручья при болотце живет. Городнищин еще посмеялся, отпустил Рыжова и заинтересованный ждет, когда его чудак вернется и что скажет. Рыжов действительно срубил дерево по себе. Через неделю он привел в город жену ражую, белую, румяную, с добрыми карми глазами и с покорностью в каждом шаге и движении. Одета она была по-крестьянски и шли оба супруга друг за другом, неся на плечах коромысла, на котором висела подвязанная холщовым концом расписная лубочная коробья с приданным. Бывалые торговые люди сразу узнали в этой особе дочь старой бабы козлихи, что жила в одинокой избушке у ручья над болотом и слыла злой колдуньей. Все думали, что Рыжов взял себе колдуненную девку в работнице. Это отчасти так и было. Но только Рыжов прежде чем привезти эту работницу домой, перевенчался с нею. Супружеская жизнь обходилась ему ничуть не дороже, холостой. Напротив, теперь ему стало даже выгоднее, потому что он, приведя в дом жену, точно же отпустил батрачку, которая много или мало ли, а все-таки платил рубль медью в месяц. С этих пор медный рубль был у него в кармане, а хозяйство пошло лучше. Здоровые руки его жены никогда не были праздны. Она себе и прилает кала, да еще оказалась мастерицей валять в чулки и огородничать. Словом, жена его была простая, досужая крестьянская женщина, верная и покорная, с которой библейский чудак мог жить по-библейски, и рассказать о ней, кроме сказанного, нечего. Обращение с женой Александра Афанасьевича было самое простое, но своеобразное. Он ей говорил, ты, а она ему, вы. Он звал ее баба, она его Александр Афанасьевич. Она ему служила, а он был ее господин. Когда он с ней заговаривал, она отвечала. Когда он молчал, она не смела спрашивать. За столом он сидел, а она подавала. Но ложе у них было общее, и, вероятно, это было причиной, что у них появился плод супружества. Плод был один-единственный сын, которого баба выкормила, а в воспитание его не вмешивалась. Любила ли баба своего библейского мужа или не любила, это в их отношениях ничем не проявлялось. Но что она была верна своему мужу, это было несомненно. Кроме того, она его боялась, как лица, поставленного над нею законом божеским, имеющего на нее божественное право. Мирному житию ее это не мешало. Грамоти она не знала. Александр Афанасьевич не желал пополнять этого пробела в ее воспитании. Жили они, разумеется, спартански в самой строжайшей умеренности, но не считали это несчастьем. Этому, может быть, много помогало, что и многие другие жили вокруг не в большем довольстве. Чаю они не пили и не содержали его в заводе. А мясо ели только по большим праздникам. В остальное же время питались хлебом и овощами, квасными или свежими с своего огорода, а всего более грибами, которых росло в изобилии в их лесной стороне. Грибы эта баба летом, летней порой, сама собирала по лесам и сама готовила впрок, но, к сожалению, ее заготовляла их только одним способом сушения. Солить было нечем. Расход на соль в потребном количестве для всего запаса не входил в расчет Рыжова, а когда баба одна же насолила кадочку грузей солью, которую ей подарила в мешочке откупщик, то Александр Афанасьевич, дознавшись об этом, бабу патриархально побил и свел к протопопу для назложения на него епитемии за ослушание против заветов мужа, а грибы с целой каткой собственноручно прикатил к откупщикову двору и велел взять, куда хотят, а откупщику сделал выговор. Такой был этот чудак, про которого из долготы его дней тоже рассказывать много нечего. сидел он на своем месте, делал свое маленькое дело, не пользующийся нищим особенным сочувствием и нищего особенного сочувствия не искал. Солигаллические верховоды считали его поврежденным от Библии, а простецы судили о нем просто, что он такой некий этакой. Довольно неясное определение это для них имело значение ясное и понятное. Рыжов немало не заботился, что о нем думают-то. Он честно служил всем и особенно не угождал никому. В мыслях же своих отчитывался единому, в кого неизменно и крепко верил, именуя его учредителем и хозяином всего сущего. Удовольствие Рыжова состояло в исполнении своего долга, а высший духовный комфорт, философствование о высших вопросах мира, духовного, и об отражении законов того мира в явлениях и в судьбах отдельных людей и целых царств и народов. Не имел Рыжов общей многим самоучкам слабости считать себя всех умнее, это неизвестно. Но он не был горд, и своих верований и взглядов он никому никогда не навязывал и даже не сообщал, а только вписывал в большие тетради с синей бумаги, которые подшивал в одну обложку с многосочетательной надписью «Одно дум». Что было написано во всей этой громаднейшей рукописи полицейского философа осталось сокрытым, потому что со смертью Александра Апанасьевича его «Одно дум» пропал, да и по памяти о нём много никто рассказать не может. Едва только два-три места из всего «Одно дума» были показаны Рыжовым одному важному лицу при одном необычайном случае его жизни, к которому мы теперь приближаемся. А остальные жилисты «Одно дума», о существовании которого знал почти весь Солигалищ, изведённый на оклейку стен или, может быть, и сожжённый во избежание неприятностей, так как это сочинение заключало в себе много несообразного бреда и религиозных фантазий, за которые тогда и автора и щецов посылали молиться в Соловецкий монастырь. Дух же эта рукопись стала известен с наступающего достопамятного в хрониках Солигалища происшествия. Не могу с точностью вспомнить и не знаю, где справиться, в котором именно году Кострому был назначен губернатором Сергей Степанович Ланской, впоследствии граф, известный министр внутренних дел. Сомновник этот, по меткому замещанию одного его современника, имел сильный ум и надменную фигуру. И такая краткая характеристика верно и вполне достаточно для представления, какое нужно иметь о нем нашему насчитателю. Можно, кажется, добавить только, что Ланской уважал в людях честность и справедливость и сам был добр, а также любил Россию и русского человека, но понимал его барственно, как аристократ, имевший на все чужеземный взгляд и западную мерку. назначение Ланского губернатором в Кострому случилось во время щедаческого служения Александра Афанасьевича Рыжова с аллегорическим квартальным и при том еще при некоторых особенных обстоятельствах. По вступлению Сергея Степановича в должность губернатора он, по примеру многих деятелей, прежде всего размел в губернию, то есть выгнал со службы великое множество нерадивых и злоупотреблявших своей должностью чиновников, в числе коих был и солигарический городничий, при котором состоял квартальный Мрыжов. По изгнанию со службы негодных лиц новый губернатор не спешил замещать их другими, чтобы не попасть на таких же, а может быть еще и на худших. Чтобы избрать людей достойных он хотел оглядеться, или как нынче по-русски говорят ориентироваться. С этой целью должности удаленных лиц были поручены временным заместителем из младших чиновников, а губернатор вскоре же предпринял объезд всей губернии, затрепетавший странным трепетом от одних слухов о его надменной фигуре. Александр Панасевич исправлял должность городничего. Что он делал на этом заместительстве, отменного от прежних сталых порядков-то? Этого не знаю, но, разумеется, он не брал взяток на городничестве, как не брал их на своем квартальничестве. Образа жизни своей и отношений к людям Рыжов тоже не менял. Даже не садился на городический стул перед зерцала, а подписывался за городничего, сидя за своим изъединенным чернилами столиком у входной двери. Этому последнему упорству Рыжов имел объяснение, находящееся в связи с апофеозом его жизни у Александра Афанасьевича и после многих лет его службы, точно так же, как и в первые дни его квартальничества, не было форменного платья, и он правил за городничего все в том же просаленном и перештопанном бешмете. А потому на представление письма водителя пересесть на место, он отвечал «Не могу, хитон обречает мя, я конец брачен». Все это так и было записано им собственно рукою в его однодуме с добавлением, что письмоводитель предлагал ему пересесть в бешмете, но снять орла на зерцале. Однако Александр Афанасьевич оставил свою непристойность и продолжал сидеть на прежнем месте в бешмете. Делу полицейской расправы в городе эта неформенность не мешала, но вопрос становился совершенно иным, когда пришла весть о приезде надменной фигуры. Александр Афанасьевич в качестве городоначальника должен был встретить губернатора, принять и рапортовать ему о благосостоянии солегалища, а также отвечать на все вопросы, какие Оландской ему предложит, и репрезентовать ему все достопримечательности города, начиная от собора до тюрьмы, пустырей, оврагов, с которыми никто не знал, что делать. Рыжов действительно имел задачу, как ему отбыть все это в своем бешмете, но он об этом немало не заботился. Зато много забот причиняло это всем другим, потому что Рыжов в своем безобразии мог на первом же шагу прогневить надменную фигуру. Никому и в голову не приходило, что именно Александру Тафанасьевичу и предстояло удивить и даже обрадовать всех пугавшую надменную фигуру и даже на пророщить ему повышение. Вообще, заботливый Александр Афанасьевич, немало не смущался, как он явится и совсем не разделял общие чиновничьи робости, через что подвергся осуждению и даже ненависти и пал во мнение своих сограждан, но пал с тем, чтобы потом стать всех выше и оставить по себе память героическую и почти баснословную. Неизлишне еще раз напомнить, что в те недавние, но глубоко провалившиеся времена, к которым относится рассказ о Рыжове, губернаторы были совсем не то, что в наши духовно-лукавые дни, когда величие этих сановников значительно пала или по выражению некого и духовного летописца жестоко подвалившиеся. Тогда губернаторы ездили страшно, а встречали их притрепетно. Течение их совершалось в грандиозной суете, о которой работали не только все младшие насчастя и власти, но даже и чернь и четвероногие скоты. Города к приезду губернатора воспринимали помазание мелом, сажей и охрою. На шлагбаумы заново наводились национально пестерять казенные трехцветки. Бударям и инвалидам внушали головы и усы наваксить. Из больниц шла усиленная выписка в оздоровку. Во всеобщем оживлении участвовало все до конец земли. Из деревень на тракты сгоняли баб и мужиков, которые по месяцам кощевали сочиняя дорожные топи гати и мосты на станциях замедляли даже оглашенные курьеры и разные поручики, спешно едущие по бесчисленным казенным надобностям. Сационные смотрители в эту пору отмечивали неспокойному люду своей стерпимой обидой и с непоколебимой душевной твердостью. Заставляли плестись на каких попало клящих, потому что хорошие лошади выстаивались под губернатора. Словом, не было никому ни проходу, ни проезду без того, чтобы он не осязал какой-нибудь из своих чувств, что в природе всех вещей происходит нечто чрезвычайное. Благодаря этому тогда без всякого пустозвонства, болтливой прессы, всяк старый млад, знали, что едет тот, кого нет на всю губернию больше. И все, кто имел как умел, выражали по этому случае искренне своему разнообразные слова, чувства. Но самая возвышенная деятельность происходила в центральных гнездах уездного властелинства в судебных канцеляриях, где дело начиналось с утомительной и скучной отметки регистров. И кончалась целая операция обметания стен, мытья полов. Поломойство это было что-то вроде классических оргий в дни собирания винограда, когда все напряженно ликовало все, имея одну заботу пожить, пока не наступит, час смертный. В канцелярии за небольшим конвоем кривых инвалидов доставляли и со строго смертную скуку и соскучившиеся арестанты, которые, ловя краткий миг счастья, пользовались здесь принятельными правами своего пола услаждать долю смертных. Декольте и Маншурт, с которыми они приступали к работе, столь возбудительно действовали на дежуривших при бумагах молодых приказных, что последствием этого, как известно в острогах, нередко появлялись на свет так называемые поломойные дети непризнанного, но, несомненно, благородного происхождения. в эти же одни в домах чернили парадные сапоги, белили ретузы, приготовляли слежавшиеся и поточенные молю мундиры. Это тоже оживляло город. Мундиры сначала провешивали в жаркий день на солнышке, раскидывая их на протянутых через двор веревках, что ко всяким воротам привлекало множество любопытных. Потом мундиры выбивали прутьями, растянув на подушке или на войлочке, затем их трясли, еще позже штопали, утюжили и, наконец, раскидывали на кресле в зале или другой парадной комнате в заключении всего. В конце концов их тихомолку крапили из священных бутылочек богоявленской водой, которая, если ее держать у образа в заткнутом воском посудине. Не портится от одного крещения во дня до другого и немало не утращивает чудотворной силы, сообщаемой ею в момент погружения креста с пением «Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое». Исходя с ретенья особ, чиновники облекались в окропленные мундиры и в качестве прочего Божьего достояния бывали спасаемы. Об этом есть много достоверных сказаний, но при нынешнем всеобщем маловерии, особенно при Оффенбаховском настроении, царящем в чиновном мире, все это уже уронено в общем мнении и в числе многих других освященных временем вещей легкомысленно подвергается сомнению. А сам же нашим, имевшим настоящую крепкую веру, давалось по их вере. Ожидание губернатора в те времена длилось долго и мучительно. Железной дорог тогда еще не было и поезда не подходили в урочный час по расписанию, подвозя губернатора вместе со всеми прочими смертными, а особо заготовлялся тракт. И затем никто не знал с точностью ни дня, ни часа, когда остановник пожалует. Поэтому истом ожидание было продолжительной и полно особенной торжественной тревожности. На самом зените, в которой находился очередной будочник, обязан наблюдать тракт с самой высшей в городе колокольни. Он должен был не додремать, охраняя город от внезапного наезда. Но, конечно, случалось, что он дремал и даже спал. И тогда в таких несчастных случаях бывали разные неприятности. Иногда нерадивый страж ударял в малый колокол, подпустив губернатора уже на слишком близкую дистанцию. Странники успевали примундириться и выскочить в протопоп облачиться и стать со крестом на сходах. А иногда даже городище не успевал выехать, стоя в телеге в заставе. Во избежение этого сторожа заставляли ходить вокруг колокольни и у каждого пролета делать поклон в соответственную сторону. Это служило сторожу развлечением, а общество ручательством, что бдящие над ним не спит и не дремлет. Но и это предосторожность не всегда помогала. Случалось, что сторож обладал способностью альбатроса. Он спал, ходя и кланяясь, а с просонья бил ложей в сполах, приняв за губернатора помещичью карету. И тогда в городе поднималось напрасное смятение, оканчивающееся тем, что чиновники снова размундиривались и городическая тройка откладывалась, а неосмотрительного стража слегка или не слегка всекли. Подобные трудности встречались часто и преодолевались нелегко. И притом всею тягостью главным образом лежали на городищем, который вперед всех выносился вскачь навстречу. Первый принимал на себя начальственные взоры и взрывы, и потом опять стоя же скакал впереди губернаторской кареты к собору, где у креса ожидал протопоп по всем облачениям с крестом и крапилом в чаши священной воды. Здесь городище непременно собственноручно откидывал губернаторскую подножку и этим приемом, так сказать, собственноручно выпускал прибывшую высокую особу на родимую землю из путешественного ковщега. Теперь это уже не так. Все это попорчено, и притом едва или даже без участия самих губернаторов. В числе коих были охотники играть на понижение. Ныне они, может быть, и каются, но что уплыло, того не воротят. Подножек им никто не откидывает, кроме лакеев и жандармов. Но исправлявший эту обязанность прежний городничий этим не стеснялся и служил для всех первым пробным камнем. Он первый изведывал, лют или благостен прибывший губернатор. И надо правду сказать, от городничьего многое зависело. Он мог испортить неловкостью, мог разгневать губернатора и заставить его рвать и метать, а мог также одним ловким прыжком, оборотом или иным соответственным вывертом привести его превосходительство в благо расположения. Теперь каждый, даже не знавший этих патриархальных порядков, считатель может судить, как естественно была тревога солигалической щеновной знати, которой пришлось иметь своим представителям такого своеобычного, неуклюжего и упрямого городища, как Рыжов, у которого вдобавок ко всем его личным и удобным качествам весь убор состоял в полосатом тиковом бешмете и кошлатой мужищей шапке. Вот что первое должно было ударить прямо в още надменной фигуре, о которой уже досужие языки довели до солигалища. Самые страшные вести, чего было ожидать доброго. Александр Афанасьевич действительно мог привести кого хотите в отчаяние. Он ни о чем не беспокоился и в ожидании губернатора держал себя так, как будто предстоявшее страшное событие его совсем не касалось. Он не сломал ни одного жителя, ни одного забора, ничего не перемазал ни мелом, ни охрой и вообще не предпринимал никаких средств не только к украшению города, но и к изменению своего несообразного костюма, а продолжал прохаживаться в бешмете. На все предлагаемые ему прожекты он отвечал, не должно вводить народ в убытки, разве губернатор изнуритель края? Он пусть проедет, а забор пусть останется. Требования же насчет мудира Рыжова отражал тем, что у него на то нет достатков, и что говорит имею, в том и являюсь, богу совсем нагишом предстану. Дело не в платье, а в рассудке и в совести. По платью встречают, по уму провожают. Переупрямит Рыжова никому не надеялось, никто. А между тем, это было очень важно не столько для упрямца Рыжова, которому может быть и ничего с его библейской точки зрения, если его второе лицо в государстве сгонит с глаз долой в его бешмете. Но это было важно для всех других, потому что губернатор, конечно, разгневается, увидит такую невидаль, как городище в бешмете. Дорожа первым впечатлением ожидаемого гостя, солегалические чины добивались только двух вещей. Первое, что был перекрашен шлагбаум, у которого Александр Афанасьевич должен встретить губернатора. И второе, чтобы сам Александр Афанасьевич был на этот случай не в полосатом бешмете, а в приличной его званию форме. Но как этого достигнуть? Мнения были различные и более склонялись все к тому, чтобы и шлагбаум перекрасить, и городища водить в склочину. В отношении шлагбаума это было, конечно, удобно, но по отношению командировки Рыжова никуда не годилось. Он сказал, это дар, а даром не приемлю. Тогда восторжествовало над всеми предложение, которое подал зрелый в суждение отец протопоп. Он не видал нужды ни в какой склочении, ни на окраску заставы, ни на форму градоправителя. Рассказал, что все должно лечь на того, кто всех провиннее. А всех провиннее, по его мнению, был откупщик. На него все должно и пасть. Он один обязан на свой собственный счет, не по неволе какой, а из усердия окрасить заставу, за что протопоп обещал, стреляя губернатора, упомянуть об этом в кратком слове и, кроме того, помолиться о жертвователе в тайно глаголемой запрестольной молитве. Кроме того, отец протопоп просудил, что откупщик должен дать заседателю сверх ординарии тройную порцию рому, французской водки и кизлярки, до которых заседателя хочет. И пусть заседатель зато отрапортуется больным и пьет себе дома эту добавочную ординарию и на улицу не выходит, а свой мундир одной из полицейской формы-то отпустит Рыжову, отчего сей последний, вероятно, не найдет причины отказаться-то и будут тогда и овцы целы, и волки сыты. План этот более был удачен тем, что непременный заседатель ростом доростом несколько походил на Рыжова и, притом, женясь недавно на купеческой дочери, имел мундирную пару в полном порядке. Следовательно, оставалось только упросить его, чтобы он для общего блага к приезду начальства слег в постель под видом тяжкой болезни и сдал и сдал амуницию на этот случай Рыжову, которого отец протопоп, надеясь на свой духовный авторитет, тоже взялся убедить и убедил. Не видя в этом ни даров, ни мзды, справедливо Александр Афанасьевич для общего счастья согласился надеть мундир. Произведена была примерка и пригонка форменной пары заседателя на Рыжова. И после некоторого выпуска со всех сторон всех запасов в мундире и в ритузах дело было приведено к удовлетворительному результату. Александр Афанасьевич хотя чувствовал в мундире весьма стеснительную связанность, но мог, однако, двигаться и все-таки был теперь сносным представителем власти. Небольшой же белый карниз между мундиром и канифасовыми ритузами положено было закрыть соответственную же канифасовую надшивку, которую этот карниз был удачно замаскирован. Словом, Александр Афанасьевич был снаряжен так, что губернатор мог повернуть его на все стороны и полюбоваться им так и иначе. Но злому року угодно было все это осмеять и оставить Александру Афанасьевичу надлежащую представительность только с одной стороны, а другую совсем испортить. И притом таким двусмысленным образом, что могло дать повод к самым произвольным толкованиям его и без того загадочного политического образа мыслей. Шлагбаем был окрашен во все цвета национальной пестриди, состоящей из черных и белых полос с красными отводами. Еще не успел запылиться, как пронеслась свет, что губернатор уже выехал из соседнего города и держит путь прямо на Солигалищ. Тогда же везде были поставлены махальные солдаты, а у забора бедной хибары Рыжова гладала землю резвая почтовая тройка с телегой, в которой Александр Афанасьевич должен был впрыгнуть при первом сигнале и скакать навстречу надменной фигуре. В последнем условии было чрезвычайно много неудобной сложности, исполнявшей все вокруг беспокойной тревоги, которую очень не любил самообладающий Рыжов. Он решился быть всегда на своем месте. Перевел тройку от своего забора к заставе и сам в полном наряде в мундире и белых ритузах с рапор за бортом сел тут же на раскрашенную перекладину шлагбаума и выдворился здесь как столбик, а вокруг него собрались любопытные, которых он не прогонял, а напротив вел с ними беседу и среди этой беседы сподобился увидеть, как на тракте заклубилось пыльное облако, из которого стала вырезаться пара выносимых с парейтером украшенным медными бляхами. Это катил губернатор. Ржов быстро спрыгнул в телегу и хотел скакать, как вдруг был поражен общим стоном и вздохом толпы, крикнувший ему «Батюшка, сбрось штанцы!» «Что такое?» переспросил Ржов. «Штанцы, сбрось, батюшка, штанцы!» отвечали люди. «Погляди-ка, на коем месте ты сидел, так белому весь шланбов-то припечатал!» Ржов оглянулся через плечо и увидел, что все невысохшие полосы национальных цветов шлагбаума-то действительно с удивительной отчетливостью отпечатались на его ретузах. Ах, он поморщился, но сейчас вздохнул и сказал, «Сюда начальству глядеть нечего» и пустил вскачь тройку навстречу надменной особе. Люди только руками махнули, отчаянно, что-то ему теперь будет. Скороходы из этой же толпы быстро успели дать знать собор духовенству и на большем в каком двусмысленном виде встретит губернатора рыжоб, но теперь уже всем было самому до себя. Всех страшнее было протопопу, потому что чиновники притаились в церкви, а он с крестом в руках стоял на сходах. Его окружал очень небольшой причет, из коего вырезалось две фигуры приземистый дьякон с большой головой и длинноногий джечок в стихаре священной водой и опляковой чаши, которая ходуном ходила в его оробевших руках. Но вот трепет страха сменился окаменением. На площади показалась борза скачущая тройкой почтовая телега, в которой с замечательным достоинством возвышалась гигантская фигура рыжого. Он был в шляпе в мундире с красным воротом и в белых ритузах с надшитым канифасовым карнизом, что издали решительно ничего не портило. Напротив, он всем казался чем-то величественным и действительно таким и должен был казаться. Твердо стоя на скачущей телеге, на облучке которой подпрыгивал ямщик, Александр Афанасьевич не колебался ни направо, ни налево, а плыл точно на колеснице как триумфатор, сложив на груди свои богатырские руки и обладая целым облаком пыли, обдавая следующую за ними шестериком коляску и легкий тарантасик. В этом тарантасе ехали чиновники. Ландской помещался один в карете и, несмотря на отличавшую его солидную важность, был, по-видимому, сильно заинтересован Рыжковым, который летел впереди его, стоя в кургузом мундире, немало не закрывавшем разводы национальных цветов на его белых ритузах. очень возможно, что значительная доля губернаторского внимания была привлечена именно этой странности, значение которой не так легко было понять и определить. Телега в свое время своротила в сторону, а Александр Афанасьевич в свое время соскочил и открыл дверцу у губернаторской кареты. Ландской вышел, имея, как всегда, неизменную надменную фигуру, в которой, впрочем, содержалось довольно доброе сердце. Протопоп, посинив его крестом, сказал «Благословен гряды во имя Господне!» и затем покрапил его легонько священной водой. Сановник приложился ко кресту, отер батистовым платком, попавший ему на надменное щело капли, и вступил в первый церковь. Все это происходило на самом беду Александра Афанасьевича, еще извечайно ему не понравилось. Все было надменно. Неблагоприятное впечатление еще более усилилось тем, что вступив в храм, губернатор не положил на себя креста и никому не поклонился, ни алтарю, ни народу, и шел как шест, не сгибая головы комбону. Это было против всех правил Рыжова по отношению к богопочитанию и к обязанностям высшего быть примером для низших. И благочестивый дух его сколебался и поднялся на высоту невероятную. Рыжов все шел следом за губернатором и по мере того, как Клонской приближался к Салие, Рыжов все больше и больше сокращал расстояние между ним и собой и вдруг неожиданно схватил его за руку и громко произнес «Раб Божий Сергий!» входя во храм Господень, ненадменно, а смиренно представляя себя самым большим грешником «Вот как!» С этими он положил губернатору руку на спину и степенно нагнув его в полный поклон снова отпустил и стал на вытяжку. Ощевидец передававший эту анекдотическую историю о солигарическом антике ничего не говорил как принял это бывший в храме народ и начальство известно только что никто не имел отваги чтобы заступиться за нагнутого губернатора и остановить бестрепетную руку Рыжова но Ланском сообщает нечто подробнее Сергей Степанович не подал ни малейшего повода к продолжению беспорядка а напротив сменил свою горделивую надменность умным самообладанием он не оборвал Александра Афанасьевича и даже не сказал ему ни слова но перекрестился и оборотясь поклонился всему народу а затем скоро вышел и отправился на приготовленную ему квартиру здесь Ланской принял чиновников коронных и выборных и тех из них которые ему показались достойными большего доверия расспросил о Рыжове что это за человек и каким образом он терпится в обществе так это наш квартальный Рыжов отвечал ему голова что же он вероятно в помешательстве никак нет просто всегда такой так зачем же держать такого на службе он по службе то хорош дерзок самый смирный на шею ему старший сядь рассудит поэтому весть надо и повезет но только он много в Библии насчитавшись и через то расстроен вы говорите несообразное Библия книга божественная это точно так только ее на всякому человеку исчезть пристойно вынащистью от нее страсть мещится а у мирских людей ум мешается какие пустяки возразил Ланской и продолжал расспрашивать а как он насчет взяток умерен ли помилуйте говорит голова он совсем ничего не берет губернатор еще больше не поверил этому говорит я уже ни за что не поверю нет действительно не берет а как же говорит он какими средствами живет живет на жалование вы взор мне рассказываете такого человека во всей России нет точно отвечает нет но у нас такой объявился а сколько ему жалования положено в месяц 10 рублей так ведь он это говорит овцу прокормить нельзя действительно говорит мудренно жить только он живет а чего же так всем нельзя того наподится библий насчитался хорошо библий насчитался а что же он ест хлеб да воду и тут голова и рассказала рыжове как он во всех делах своих так он совсем удивительный человек воскрикнул ландской и велел позвать к себе рыжова Александр Афанасьевич явился и стал у притолоки и же по подчинению а откуда вы родом спросил ландской здесь на нижнем улице родился отвечал рыжов а где воспитывались не имел воспитания у матери рос а матушка пироги пекла учились где-нибудь удичка исповедание какого христианин у вас очень странные поступки не замечаю всякому кажется странно что самому не свойственно ландской подумал что это вызывающий дерзкий намек и строго взглянул на рыжова резко спросил не держитесь ли вы какой-нибудь секты здесь нет секты я в собор хожу исповедуйтесь богу при протопоп выпекаюсь семья у вас есть есть жена с сыном жалование малое получаете никогда не смеявшись а рыжов улыбнулся беру говорит месяц десять рублей а не знаю как это много или мало это немного доложите государю что для лукавого раба это мало а для верного достаточно вы говорит говорят никакими статьями не пользуетесь рыжов посмотрел и промолчал скажите по совести быть ли это может так а отчего не может быть да очень малое средство если иметь великое обуздание то есть с малыми средствами обойтись можно но зачем вы не проситесь на другую должность а кто же эту занимать станет да кто нибудь другой наразе он лучше меня справит теперь ловской улыбнулся квартальный совсем заинтересовал его нащужду теплоты душу чужды послушайте сказал он вы чудак я вас прошу сесть жов сел визави с надменным вы говорит знаток библии считаю сколько время позволяет и вам советую хорошо но могу ли я вас уверить что вы можете со мной поговорить совсем откровенно и по справедливости но ложь заповедю запрещена я лгать не стану хорошо о прошлом и избывшемся спросил ландской квартальный перемахнул знакомые страницы и прочитал государине в переписке с вольтером назвала его вторым златоустовым за сиене своеобразное сравнение жизнь нашей монархине не будет иметь спокойного конца над линейном поле против этого места отмечено исполнилось при огорчительном сватовстве павла петровича покажите еще что нибудь ржков опять заметал страницы указал новое место которое все заключало в следующем издан указ о попенном сборе отныне хлад бедных хижин усилится надо ожидать особенного наказания и на поле опять отметки исполнилось зри страницу такую-то а на той странице запись о кончине юной дочери императора Александра I с отметкой сия последовала за назначение налога на лес но позвольте однако спросил Ланской ведь леса составляет собственность да а греть воздух в жилье составляет потребность вы против собственности нет я только чтобы всем тепло было в стужу не надо давать лесов тем кому и без того тепло а как вы судите о подать следует ли облагать людей податью надо наложить еще и прибавить на всякую вещь роскошную чтоб богатый платил казне за бедного вы ниоткуда это учение не почерпаете из священного писания и моей совести не руководит ли вас к всему иные источники нового времени не руководят ли все другие источники нечистые полны и мудрые теперь скажите последнее как вы не боитесь ни того что пишете ни того что со мной в церкви сделали что пишу то про себя пишу а что в храме сделал то должен был учинить цареву власть оберегающей почему цареву дабы видели все его слух к вере народной почтительными но ведь я мог с вами обойтись совсем не так как обхожусь Рыжов посмотрел на него с сожалением и отвечал а какое же зло можно сделать тому кто на 10 рублей в месяц умеет с семьей жить я мог велеть вас арестовать так в остройке то сытей кормят едят вас сослали бы за эту дерзость куда меня можно сослать то где бы мне было хуже и где бы бог мой оставил меня он везде со мною а кроме его никого не страшу не страшно надменная шея склонилась и левая рука Ланского простерлась крышу характер ваш почтенен сказал он и велел ему выйти но по-видимому он еще не совсем доверял этому библейскому социалисту и спросил о нем лично сам несколько простолюдин те покрутя рукой в воздухе в одно слово отвечали он у нас такой некий этакой более положительного из них о нем никто не знал прощаясь Ланской сказал Рыжову я вас не забуду и совет ваш исполню прочту библию да только этого мало а вы на 10 рублей в месяц жить поучитесь добавил Рыжов но этого совета Ланской уже не обещал исполнить а только засмеялся опять подал ему руку ну чудак чудак Сергей Степанович уехал а Рыжов унес к себе домой своего однодума и продолжал писать в нем что изливали его наблюдательность и пророческое вдохновение со времени приезда проезда Ланского прошло довольно времени и события сопровождавшие этот проезд через Толий Галич уже значительно позабылись и затерлись ежедневной сутолокой как вдруг нежданно негаданно на дивное диво не только Солегалище а всей просвещенной России в обревизованный город пришло известие совершенно невероятное и даже в стройном порядке правления невозможное квартальному Рыжову был прислан дарующий доварианство Владимирский крест первый Владимирский крест пожалованный квартальному самый орден приехал вместе с предписанием возложить его и носить по установлению и крест и грамота были вручены Александру Афанасьеву еще с объявлением что удостоен он сия чести из его пожалования по представлению Сергея Степановича Ланского Рыжов принял орден посмотрел на него и проговорил вслух чудак чудак а в однодуме против имени Ланского отметил быть ему графом что что и как известно исполнилось носить же ордена Рыжову было не на чем кавалер Рыжов жил почти 90 лет аккуратно и своеобразно отмечая все в своем однодуме который вероятно и сдержан при какой-нибудь уездной реставрации на оклейку стен умер он исполнив все христианские требы по установлению православной церкви хотя православие его по общем замещании было сомнительно Рыжов и в вере был человек такой некий этакой но при всем том мне кажется в нем можно видеть кое-что кроме одной дряни чем и да будет он помянут в самом начале розыска о трех праведниках все 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 Продолжение следует...